Друзья, всем привет! Ой, бабушка, здравствуйте! Какая я тебе бабушка! Вообще-то я была молодая, красивая, логика! Но ты так давно не разгадывала вопросы на логику, что я успела состариться! Ой, простите меня, пожалуйста, а можно это как-то исправить? Пройди тест на логику, и если правильно ответишь на все вопросы, то твоя логика старушка снова помолодеет! А если хоть раз ошибешься, то все, постарею еще больше! Бабушка-логика, не расстраивайтесь! Сейчас мы с ребятами ответим на все вопросы! Если в конце теста я не помолодею, то ух, берегись! Ой, ребята, давайте исправим эту ситуацию и вернем логике молодость! Поехали! Мальчик Дима бросал дротики в мишень. В первый раз он набрал 18 баллов, во второй 16. А сколько баллов набрал Дима в третий раз? Мальчик Дима бросал дротики в мишень. Итак, в третий раз Дима набрал 20 баллов. У кого так же? Хе-хе-хе! Ой! Давайте разбираться. Во второй раз Дима попал прямо в центр. Два раза. И за это получил 18 баллов. Значит, за одну стрелу в центре дают 9 баллов. В первый раз он попал один раз в центр и один раз в круг возле центра и получил 16 баллов. 16 минус 9 будет правильно 7. Значит, за стрелу в белом круге дают 7 баллов. А в третий раз Дима два раза попал в белый круг. Значит, он получил... Ой! 14 баллов! Ну, я же говорю, правильный ответ! 14 баллов! Бусинку на рисунке продвинули от начала проволоки до ее конца. Что мы увидим? Редактор субтитров А.Семкин Ребята, я вот думаю, вариант 1 или 2? Подскажите мне. 3? Ну, давайте выберем 3. Надеюсь, ваша логика нас не подведет. Проверяем. Ура, ребята! Вы молодцы! Правильно! В волшебной стране есть река. На одном берегу живут злодеи, а на другом – добряки. На реке 8 островов и 13 мостов. Чтобы злодеи не добрались до другого берега, добряки должны сломать всего два моста. Подскажи, какие мосты сломать? Подскажи, какие мосты сломать? Итак, где наши два моста, без которых злодеи не доберутся до добряков? Я думаю, этот мост закроет выход вот сюда, а вот этот ура, ребята, кто выбрал эти мосты, вы спасли добряков. Молодцы! Спанч Боб посмотрел в зеркало и что он там увидел? Конечно же, Спанч Боб увидел в зеркало изображение номер 2. Согласны? Ой, в зеркале ведь отражение меняется. Левая сторона становится правой, а правая левой. Значит, правильный ответ изображение 5. В комнате есть одна розетка и три удлинителя. Сколько телефонов можно поставить на подзарядку одновременно? Ребята, сколько у вас получилось? У меня 7. Давайте проверим. Включаем один удлинитель, потом второй и третий. Остается 7 свободных розеток. Ура! У некоторых из этих единорожек есть сосед, который смотрит в одну с ним сторону. Сколько единорогов имеют такого соседа? Ура! Итак, мой ответ два. Две парочки единорогов смотрят в одну сторону с соседом. Ой, стойте, стойте. Нас же не спрашивали про парочки. Нас спрашивали про единорогов. Тогда четыре. Четыре единорога имеют соседа, который смотрит с ним в одну сторону. Ура, ребята! Ой, мы же ответили на все вопросы. Почему наша логика до сих пор бабушка? А, вы, наверное, забыли поставить лайк. Скорее, скорее нажимайте пальчик вверх. Я логика, молодая и гибкая. И если вы не хотите, чтобы я опять постарела и разозлилась, подписывайтесь на канал Бабушки Шо-Шо. Логика, я так рада, что нам с ребятами удалось вернуть тебе молодость. А раз ты молодая и веселая, то сходи на мой второй канал, где я играю в игры. Знаешь, там без логики никак не обойтись. Ссылка на игру, где нужна логика, в описании к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!